Челябинский кризисный центр для женщин, освободившихся из колонии, нуждается в помощи. Его перестал финансировать крупный европейский спонсор. Об этом нам сообщили телезрители на телефон горячей линии. Как живут женщины, вышедшие на свободу, и в чем они нуждаются, разбиралась Светлана Свечкарева. Рыбак, а я люблю тебя. Чудеса. Говорящий заяц – любимец годовалого Руслана, но еще недавно об игрушках мальчик не думал. Мечтал о идее теплой постели. Мать Анна Мажник показывает небольшую комнату. В ней едва помещаются две кровати – ее и сына. Если бы не это место, объясняет женщина, осталось бы на улице. У Анны нет ни близких родственников, ни квартиры. Сына родила в тюрьме. Поэтому, когда узнала, что на год раньше ее освобождают по амнистии, умоляла начальника не выпускать ее на свободу. У меня был шок. Я не тоже, я просто кричала. Я кричала, этот день запомнили все о колонии, все осужденные. Потому что я не хотела, для меня это была смерть, просто обречение на смерть. Если бы я была одна, может быть, было бы по-другому. Но здесь ребенок, потому что его нужно покормить, помыть, одеть. И у меня этого не было. Приют Анна и Руслан нашли в реабилитационном центре при католическом храме в Челябинске. Антикризисная квартира рассчитана на шесть семей. Здесь живут женщины, которым после тюрьмы некуда пойти и нечем накормить своих детей. Им выделяют отдельные комнаты, выдают одежду и продукты. За четыре года работы через центры прошло несколько десятков женщин, отбывающих наказания в колонии. Теперь организация сама нуждается в помощи. Лишилась поддержки главного спонсора из Австрии. Тот решил больше не помогать русским женщинам. Якобы из-за чрезвычайной ситуации с мигрантами в Европе. Так как организация живет только на пожертвовании с уходом спонсора. Не хватать стало на самое элементарное. На все это нужны средства и продукты, и памперсы, и лекарственные препараты, и многое другое, что необходимо для того, чтобы человек развивался, чтобы семья развивалась гармонично и имела возможность содержать своего ребенка. В центре утверждают рады любой помощи и натуральной, и материальной. Ведь кроме того, что женщин нужно накормить и одеть, необходимо оплачивать коммунальные расходы, работу психологов и социальных педагогов. После освобождения многие женщины не приспособлены к жизни, не знают даже элементарных вещей. Сейчас здесь учатся лепить пельмени. Причем происходит все не в формате лекции, где есть строгий преподаватель, все записывают и слушают, а прямо на практике. Первые экземпляры, конечно, выходят в достаточно забавные формы, но потом получается уже лучше. Все, что готовят, тут же и дегустируют. Основные клиентки центра – женщины-осужденные. Их называют социальными маугли. Большинство из неблагополучных семей. Не получили ни воспитания, ни образования. Большую часть жизни проводят за решеткой. Вот они маршируют на плацу. Все в одинаковых зеленых робах. От них требуется лишь соблюдение распорядка и выполнение команд. Татьяна Залютина – одна из таких женщин. Четыре месяца назад родила дочь Александру. Пока отбывает срок, дочь растет в воспитателе в доме малютки при колонии. Так что самой делать практически ничего не нужно. Поднимайся, давай, мальчик. Поднимайся, держи за мальчик. Вот, молодец. Вот, умничка. Сашенька – пятый ребенок Татьяны. За 37 лет жизни женщина уже трижды сидела в тюрьме. За недолгое время на свободе так и не научилась готовить и ухаживать за детьми. Свободное время посвящала героину. Последний срок получила как раз за хранение и распространение наркотиков. Сколько вы употребляли времени? Довольно-таки долго. Не боялись беременеть? Или это так получилось? Употребление? Нет, если я беремененю, я не употребляю наркотики. У меня перерывы большие очень. Так уже вот. Нет, нет, все равно возвращаюсь к этому. Ну и сейчас же можете вернуться? Ну, сейчас, думаю, нет. Это ваш первый срок вообще за опыта? Нет. Нет? Ну, каждый раз возвращались. Сколько было сроков? Третий раз уже было. В апреле эта женщина освободится. От центра помощи ей выдадут коляску, также месячный запас подгузников и детского питания. Всего на 15 тысяч рублей. Государством помощи освободившимся матерям не предусмотрено. Все строго по закону, как и другим. Женщины, освобождающие из учреждения, обеспечиваются материальной помощью в размере 850 рублей, билетом на железнодорожный транспорт или на автобусные маршруты. Значит, сухим пальком. Смогут ли и дальше помогать таким женщинам в кризисном центре, не знают. Все зависит от благотворителей. Здесь не утверждают, что помогли исправиться всем своим постоялицам. Но знают, тем, кто захотел начать новую жизнь, дали старт. Анна Мажник больше не хочет в тюрьму и сейчас ищет работу, чтобы начать уже самостоятельную жизнь. Светлана Свечкарева, Леонид Новожилов, ОТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова